МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok Там автолюбители примут участие в зимнем спринте «Предел скорости». Зрителей приглашают к 12 на открытие. Награждение победителей в 17.00. Другое соревнование, в котором можно не только поболеть за спортсменов, но и самим принять участие – личное первенство города по лыжным гонкам. Его проведут в субботу в 12 часов. Старт на улице Пархоменко в поселке Самстрой. В числе других активностей в субботу и в воскресенье открытое первенство города Первоуральска по кикбоксингу. Коронные удары спортсмена будут демонстрировать в память о Леониде Монакове, который погиб летом на сборах в спортивном лагере. Первоуральский ледовый дворец примет крупные соревнования по хоккею «Золотая шайба». В них примут участие команда «Уралочка. Старт» из Первоуральска и «Факел-08» из Екатеринбурга. Сразу несколько интересных художественных выставок работает для Первоуральцев. В скором времени появится еще одна «Белые грани». Она откроется в ИКЦ 25 декабря в 16.00. Представленные живописные и графические работы объединены общей темой «Русская зима». Авторы работ – екатеринбургские художники, члены Свердловского отделения Союза художников России. Посещайте экспозицию, начиная со вторника, а уже сейчас в ИКЦ можно посмотреть знаменитые иллюстрации к книгам фантаста Владислава Крапиевина и персонажей мультфильмов «Мумитролли», нарисованные художником из Екатеринбурга Евгенией Стерлиговой. Кроме того, масштабная новогодняя выставка открыта в музее ПНТЗ. «Рождественская сказка» – это конфетти из предметов декоративно-прикладного искусства и живописи. А если имеете желание сами порисовать, отправляйтесь на благотворительный мастер-класс. Там научитесь точечной росписи и сможете создать эксклюзивную новогоднюю игрушку из дерева. Организаторы уже подготовили забавные косточки-игрушки в преддверии года собаки. Абсолютно все вырученные деньги с мастер-класса пойдут на покупку кормов и лекарств для животных Первоуральского приюта. Новогодние праздники не за горами, куда сводить детишек – на представление вариантов немало. Например, в ДКП «НТЗ» маленьких Первоуральцев ждут на сказочный спектакль «Новогодняя академия волшебства». В ЭКЦ покажут шоу-программу «Приключения новогодней елки». Свой детский спектакль подготовил и театр драмы «Вариант». Это волшебная русская народная сказка «Иван-царевич и серый волк». И еще один вариант создать новогоднее настроение – посетить 30 декабря игровую программу «Замороженная сказка» от клуба семейных праздников «Золотая рыбка». Город погрузился в вечную зиму. Эльза снова не рассчитала свои силы и заморозила целый город. Кто же поможет растопить лед и устроить самый настоящий праздник? Эльза вместе с ребятами отправится на поиски Деда Мороза, но они еще не знают, какие опасности их подстерегают. В программе любимые герои из мультика «Холодное сердце», «Ростовые куклы», «Дед Мороз и Снегурочка», «Серебряное шоу». Представление состоится 30 декабря в 16 и в 18 часов в ЭКЦ. Не пропустите открытие центрального новогоднего городка. Первоуральцев ждут в парке в среду в 6 часов вечера. Там будет где разгуляться. Две ледяные горки для малышей, чаша-ловушка, ледяной лабиринт, больше напоминающий огромную крепость, трон и, конечно же, символ года. Городок будет открыт для посетителей ежедневно до конца января. Огни городская елочка будет выключать лишь в час 30 ночи, а в дни праздников и вовсе в 6 утра. Кстати, ледовые городки откроются и в Нижнем селе, и на Магнитке, и в Новоуткинске, Бетимке, Новоалексеевском и в микрорайоне Хромбик. Смотрите афишу и будьте в курсе спортивных и культурных городских событий. Я же на этом с вами прощаюсь. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова